Здравствуйте, дорогие друзья, наши подписчики, уважаемые, ну и те, кто первый раз зашел на наш канал. Хочу сделать для вас объявление. Подписка на наш канал всех желающих строго обязательно. Мы начинаем. Рассказать вам, какие этапы еврейской женщины. Ой, больная. Ой, больная, больная. Ой, очень-очень больная. Ой, смертельно больная. Вдова. Ого, Колян, нифига себе у тебя фингал. Откуда? Представляете, ночью жена говорит, мне холодно. А я возьми и ляпни. На костре согреешься. Есть у кого три ночевать, а? Как-то, дровосек, пошел в лес с топором, дабы нарубить дров. Рубил, отдрубил, и вот сильно устал, выскользнул у него топор из-за рук и упал в реку. Подошел дровосек, давай искать в реке топор, но не может его найти. И вдруг выныривает золотая рыбка и обращается к нему. Дровосек, дровосек, а что ты делаешь в реке? Да я вообще-то дровосек, дрова рубил и вот уронил топор в реку. Теперь не могу найти. И золотая рыбка подняла золотой топор и говорит, это не твой? Дровосек глянул, говорит, да нет, не мой. Она достала тогда серебряный топор. А это не твой? Нет, сказал дровосек, и это не мой топор. Тогда она достала его топор и говорит, а это? О, это мой. Ну, в знак благодарности, что он такой честный, справедливый. Золотая рыбка говорит, ну, раз ты таков, я хочу подарить тебе все три топора. И отдала ему все три топора. Ну, пошло время. Дровосек опять пошел в лес, дабы нарубить дров и взял с собой жену. Та подошла к реке, поскользнулась и упала в реку. Пропала в воде, не видно ее. Дровосек стал бегать вдоль реки, искать свою жену, но так и не смог ее найти. Он сел у берега и закрученился. Вдруг перед ним возникла опять золотая рыбка. И говорит, эй, дровосек, привет. Он, привет, золотая рыбка. Говорит, чего крученешь-то? Он говорит, да вот. Тогда ходил с топором, потерял. А вот пришел сегодня с женой, так она упала в реку. Не могу ее найти. Тогда усмехнула золотая рыбка и достала из воды Клаудиу Шифер. И говорит, это твоя жена? Обрадовался дровосек. Говорит, да, моя. Возмутилась золотая рыбка. Говорит, дровосек, я-то всегда думала, что ты порядочный человек. Когда я тебе показала золотой топор, ты сказал, что это не твой. Серебряный тоже не твой. И только когда я показала действительно твой топор, ты узнал его. А в данном случае я показала тебе чужую женщину, Клаудиу Шифер. И ты сразу сказал, что это твоя жена. Зачем ты врешь? Он говорит, эх, золотая рыбка. Ну вот я себе прикинул, что ты достанешь Клаудиу Шифер. Я скажу, нет, это не моя жена. Тогда ты Джессику Ланш покажешь мне. Я тоже скажу, не моя жена. Потом Деми Мур, тоже не моя жена. И потом ты достанешь мою жену. И подаришь мне всех этих. И что мне с ними делать? Ну что, Васька? Давай по 50 грамм тяпнем. Давай. Э, я не понял. А зачем ты крышечку в мусорное ведро выбросил? Чувак, это у меня называется сжигать мосты. Понял? Как-то субботним солнечным днем четверо раввинов вышли из синагоги. И у них зашел диспут по поводу библейской истины. Казалось бы, истина, но появилось у них разногласие. Трое утверждали, что написанное правильно. И один молодой раввин говорил, нет, я здесь вижу ошибку. И понимаете, моя позиция правильная. Вот поверьте мне, увидьте то, что вижу я. Ну, не хотели старые раввины с ним соглашаться. И тогда он поднял голову к небу и вознес. Бог, если ты меня слышишь, подай знак этим трем людям в знак моей правоты. И Бог ударил молнией в дерево, и рядом загорелось дерево. Он говорит, видите, видите, Бог подал знак, значит, я прав. Да нет, это еще ни о чем не говорит. И они дальше начали спорить, доказывать каждый, что он не прав. А он все-таки настаивал на своем. И он опять поднял голову к небу и сказал, Боже мой, ну ты видишь, как они не соглашаются со мной. Но сделай такое доказательство, чтобы они точно наверняка знали, что я прав. Тогда Бог снова раздвинул небо и опять ударил молнией прямо под ногами у них. Они отскочили аж от такого удара. Говорит, вот видите, видите, какой он знак подал. На что они опять не согласились и стали дальше доказывать свою точку зрения. Тогда не выдержал молодой раввин и говорит, Боже, ну скажи ты им, что я прав. Опять небеса раздвигаются. И Бог говорит, он прав. Небеса задвинулись, и Бог исчез. Молодой раввин говорит, ага, 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 ну как, видите, я был прав. Один из стариков посмотрел на это, говорит, ну все равно, трое против двух. О, Галка, привет. Ну рассказывай, как ты, как твой муж? Ты знаешь, когда я говорю своему Коле, что мы теперь навеки вместе, он начинает плакать. Он у меня такой ранимый. Валерчик, знаешь, как-то, короче, вот как мне послать человека нахер, только чтобы он не обижался? Да как? Подойди и скажи ему, пошел ты нахер, только не обижайся. Доктор, вы уже посмотрели мои анализы? Ну да, посмотрел. Скажите, сколько мне осталось? Ну, я так точно сказать не могу. Так вы скажите грубо. Да пожалуйста. Хуй его знает, блядь. В гостях. Мендель, вы сидите на моей шляпе. Знаю. А вы что, уже уходите? Подчиненный в очередной раз опоздал на работу. Начальник его отчитывает. Говорит, Коля, ты уже четвертый раз за эту неделю опаздываешь на работу. Что это значит? Ого, что это значит? Что это значит? А, это значит, что сегодня четверг. А знаете, что я подумал? Вот все женщины говорят, что самая главная их проблема – это мужчины. Дорогие женщины, вы же рожаете этих мужчин. Получается, вы сами создаете себе проблемы. Зашедший в бордель депутат, понял, что не очень была хорошая идея увеличить пенсионный возраст. Мадемуазель Рива. Да, да, да. Скажите, а вам точно 25? Ну да. И давно. Ну. Ой, ребятки, что ни говори, каким бы идеальным, прекрасным не был бы муж, жена все равно считает, что зарплата и член могли бы быть чуть-чуть побольше. Изя, что? Ты хочешь чаю? Да, хочу. Так стань и приготовь. Не, не хочу. Да тогда лежи и не ври. Семен Маркович, вы мне скажите, вот смотрите, Израиль, ну такая же развитая страна, вот что они не выпускают автомобили? Ай, Лев Семенович, ну сами подумайте, куда им ехать? Фима, здравствуй. Я твоя будущая жена. Опа. Я прошу прощения, Ривочка. Это по любви или по принуждению? А это, Фима, ты сам решишь. Захочешь по любви, а не захочешь по принуждению. Ты и волен в своем выборе. А вы поэтесса? Да. А муза у вас есть? Муза у меня нет. Вот такая в жизни зопа. Ой, мужики, а я вам так скажу. Если женщина вам отдается за деньги, стало быть, она не подарок. Винни, Винни, а вот говорят, собачий холод. А свиной холод бывает? Бывает, Петерчок, но называется он холодец. Сафочка, а какую ты мне маску посоветуешь, чтобы не было морщин? Ой, Рива Марковна, да любую, только не снимайте. Жена спрашивает мужа, а если я на ужин пожарю картошечку с грибочками, да под рюмашечку холодной водочки, да под огурчик, а? Как ты на это смотришь? Как смотрю? Да со слюнями на глазах. Моня, Моня относил себя всегда к хорошим людям. Но они приносили его обратно. Ночь, звонок в дверь. Чувак встает, открывает дверь, там его сосед говорит, слушай, Коля, а давай бухнем. Ты что, охренел? Два часа ночи. Тю, блин, я что, у тебя время спрашиваю? Аля приходит до мужа и говорит, Петя, короче так, ты на курорт собрался? Ну да. Я еду вместе с тобой. Тю, это еще зачем? Я буду там следить за тобой, чтобы с тобой ничего не случилось. Ну, чтобы ты ни с кем не случился. Отец взял двух своих сыновей в баню. Ну, им уже надоело мыться, они ходят по бане, там рассматривают. Видят, такой мужик стоит с таким животом здоровенным. Они подходят, говорят, дядь, дядь, а что это у вас там внутри? Он говорит, бомба. А, они отходят в сторону, и один говорит, слушай, а давай взорвем. Ты что, мы же убежать не успеем. Ты видел, какой у него маленький фитиль? Вот Коля, он достиг вершин этикета. Он теперь ножом и вилкой может съесть стакан семечек. Мужик нажрался и умер. Ну, попал на небеса и говорит Господу, Боженька, я так еще хочу пожить, ты можешь меня отправить обратно? Он говорит, ну, в человеческом облике не могу. Да меня хоть в каком? Так жить хочется. Да? Ну, могу в курку тебя превратить. Давай. Раз. И он уже в курятнике. Ходит, там зернышки клюет, и вдруг чувствует какое-то напряжение в заднице. Оп, и яйцо вылезло. Ух ты, ему так понравилось. Он опять напрягся, оп, и еще одно яйцо. А тут жена его будет, говорит, вставай, алкаш! Чук, постель обосрал, козел! Ой, Розочка, вы знаете, у Ривочки попросила руки сразу два человека. Да. Один из них стоматолог, а другой, часовых дел мастер. Да. И кому она отдала предпочтение, кому повезло? Стоматологу. Она ему отказала. Девушка, а вы любите фильмы о любви? Бесспорно. Жаль. Я люблю спорно. Ой, Сеня. Ой, Сеня, я не знаю, шо творится в мире? Шо твой... А шо такое? Как шо такое? Посмотри, усе люди повыучивали умные слова, и теперь не определишь, кто из них одеет. Ты знаешь, вот не люблю я брать в долг. А че? Ну как че? Берешь чужие и на время, а отдаешь свои и навсегда. Да. А я вот не люблю давать в долг. Чего? Ну как, ну, даешь в долг своим лучшим друзьям на пару дней, а потом с этих мудаков целыми годами выбиваешь. Ну что, дорогие друзья, на сегодня... Да? Все? Ну а вы не забывайте писать свои комментарии, ставить лайки, и, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, для того, чтобы завтра опять встретиться с нами. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok